всем привет в этом обзоре покажу австрийскую зажигалку инка 67 до 0 триплекс супер купил эту зажигалку в мае 2019 года во франции весит она 40 грамм в конце ролика добавлю фото светлой зажигалки в одном из предыдущих роликов я показывал зажигалку инка 47 до 0 триплекс народе она и носит название вдовушка та модель является 1 зажигалка инка имеющий такую конструкцию данная модель относится к более поздней версии и она имеет некоторое отличие от удовушки на которых я остановлюсь чуть позже более подробно зажигалка находится очень хорошем состоянии на полностью исправно и безупречно работает корпус у нее стальной сформировано покрытием зажигалки имеется подвижная витрозащита служит она для того чтобы регулировать высоту пламени на корпусе зажигалки по всей площади включая и подвижную витрозащиту нанесено гилиширование в виде мелкой квадратной сетки на ветра защите углубление глиширование заполнены красной эмалью также на корпусе зажигалки здесь вот они заполнены красной эмалью и здесь и также желтой эмалью вот в этом месте и вот в этом но желтый мы плохо видно на нижней части зажигалки на колпачке заправочной емкости имеется надписи им к триплекс супер это название данной модели зажигалки 67 00 это ее цифровая маркировка ну и в центре еще имеется надпись патент мы это настрой то есть зажигалка запатентованная сделала по конструкции зажигалка это полуавтоматическая чтобы зажечь нужно нажать на вот эту кнопку кнопка в то же время является крышкой закрывающий фитиль при нажатии на кнопку крышка это поднимается и отводится при этом прокручивается колесо высекающей скру и фитиль загорается зажигалка остается в открытом положении продолжает гореть если в это время сдвинуть витрозащиту то открывается вот эти вот продольные прорези через которые поступает больше воздуха к фитилю создается своеобразная тяга и пламя соответственно становится выше если это защиту поднять то доступ воздуха ограничивается и вам соответственно будет них в то же время когда зажигалка зажжена можно достать вот этот заправочную емкость она будет продолжать гореть и можно эту емкость использовать в качестве свечи чтобы зажигалку потушить можно просто опустить вот этот крышку закрывающий фитиль и без доступа воздуха пламя погасит чтобы зажигалку заправить нужно опять же вытащить вот эту заправочную емкость в виде гильзы или патрона снять колпачок и пропитать вот убедил кстати им к 4700 заправочная емкость состоит из трех частей у данной модели она из двух это одно и заключить после заправки нужно колпачок надеть на верхнюю часть забравочной емкость и ставить эту емкость на место ну и также здесь от дужки отличается тем что если в дужке при замене кремния нужно нажать на кнопку фиксирующую механизм который находится вот здесь вот сбоку при нажатии на кнопку весь механизм вместе с колесом высекающего скру поднимается вверх и открывается доступ для замены кремля то у данной модели нужно нажать кнопку которая находится снизу вот здесь и отвести в сторону вот эту поворотную деталь после чего вот эту подвижную деталь нужно сдвинуть в сторону она соединена с пружиной поджимающей кремень и в этот паз вставляется на украине на детали также имеется название фирмы емко и патент то есть запаснотован еще есть мнение что вот это вот место используется для хранения запасного кремния я его не использую после того как кремень ставлю нужно эту подвижную деталь сдвинуть в обратном направлении в сторону колеса высекающего скру видим что кремень продвигается к колесу и поджимается ну и после этого нужно эту поворотную деталь вернуть на место если вам было интересно и понравилось ставьте лайки оставляйте комментарии в том случае если не понравилось ставьте дизлайки всем удачи спасибо 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 путин спасибо и Зажигалки моя страсть Зажигалки моя страсть